Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова рады приветствовать вас на канале Твой препод. И сегодня мы с вами продолжим говорить о математике, в частности о геометрии. Вот в прошлый раз мы с вами закончили разговор о геометрии на параллельных прямых. Вот тут появится подсказочка для тех, кто не видел. Обязательно посмотрите, потому что они нам сегодня понадобятся. И сегодня мы с вами начнем наш разговор с четырехугольников. Значит, что такое четырехугольник? Четырехугольник — это геометрическая фигура, состоящая из четырех отрезков. Четырехугольник бывает выпуклый и невыпуклый. Как определить, выпуклый четырехугольник или нет? Мы проводим через каждую его сторону прямую. И если весь четырехугольник лежит по одну сторону от прямой, значит он выпуклый. Если же нет и прямая пересекает наш четырехугольник, то такой четырехугольник не выпуклый. Теперь давайте поговорим про сумму углов четырехугольника. Проведем диагональ. Что такое диагональ? Диагональ — это отрезок, соединяющий две несоседние вершины. Несоседние вершины — это вершины, которые не принадлежат одной стороне. Проведем диагональ. Увидим, что диагональ разбила наш четырехугольник на два треугольника. Сумма углов каждого из треугольников будет 180. То есть тут в треугольнике сумма углов 180 и тут в треугольнике сумма углов 180. Таким образом, сумма всех углов четырехугольника будет равна 360 градусам. То же самое будет происходить с невыпуклым четырехугольником. Также у нас будут получаться два треугольника, сумма углов каждого 180 градусов и вместе сумма углов двух треугольников нам дадут 360 градусов. Теперь перейдем к параллелограмму. Что такое параллелограмм и как он получался? Взяли две параллельные прямые и пересекли их другими двумя параллельными прямыми. И тот четырехугольник, который у нас получился, это параллелограмм. Вот по определению параллелограмм это четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно-параллельны. То есть верхние и нижние, они параллельны и две боковые параллельны друг к другу. Еще раз, параллелограмм это четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно-параллельны. И никак по-другому, это его определение. Теперь перейдем к свойствам параллелограмма. Ну давайте отметим вершины А, В, С и Д. Проведем диагональ. И теперь давайте рассмотрим треугольник А, В, Д и Д, В, С. Что можем увидеть? Что угол А, Д, В будет равен углу Д, В, С. Поскольку они накрест лежащие при двух параллельных прямых В, С и А, Д. Так же угол А, В, Д будет равен углу Б, Д, С. Так как они накрест лежащие, но уже при параллельных А, В и Д, С. А вот эта сторона Б, Д, она будет общая. Значит, какой вывод мы можем из всего этого сделать? Что треугольники А, В, Д и В, Д, С равны. Соответственно, вот этот угол будет равен нижнему углу. Эта сторона будет равна вот этой стороне. А эта сторона будет равна этой стороне. И отсюда... А, давайте еще скажем, что вот этот угол равен вот этому углу. Почему? Потому что верхний угол состоит из одного штрешка и двух штрешков. Ну, это углы так называются. И нижний угол состоит также из углов в один штрих и в два штриха. Поэтому они равны. Итак, формулируем первые свойства. Противоположные стороны, то есть А, В, равно С, Д, и В, С, равно А, Д. Противоположные стороны в параллелограмме равны. Также противоположные углы в параллелограмме тоже будут равны. Угол А равен углу С, и угол В равен углу Д. Еще раз. Первое свойство. Противоположные стороны и углы параллелограмма равны. Теперь перейдем ко второму свойству параллелограмма. Вот у нас новый параллелограмм А, В, С, Д. Проведем две диагонали. А, С и Б, Д. Точку пересечения диагонали отметим за О. И рассмотрим два треугольника. Вот это у нас первый треугольничек, вот это у нас второй треугольничек. Что мы можем сказать? Из первого свойства. Из первого свойства у нас А, В равно С, Д. Угол В, Д, С у нас будет равен углу А, В, Д. Так как они накрест лежащие при параллельных прямых А, В и Д, С и секущей В, Д. Дальше. Угол В, А, С будет равен углу А, С, Д при параллельных прямых А, В и Д, С и секущей А, С. Что мы видим? Что у нас сторона и два прилежащих к ней угла первого треугольника равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника. Значит, такие треугольники равны. Значит, эта сторона равна вот этой стороне, а эта сторона равна вот этой стороне. Вывод какой можем сделать? Что диагонали в параллелограмме точкой пересечения делятся пополам. Ну и давайте запишем. B, O равно OD, A, O равно OC. Итак, повторяем. Первое свойство. Это противоположные стороны и противоположные углы в параллелограмме равны. И второе свойство. Это диагонали точкой пересечения делятся пополам. Теперь давайте познакомимся со следующим четырехугольником, с ромбом. Значит, что такое ромб? Ромб у нас это тот же параллелограмм, только у него все стороны будут равны. Будут ли у него выполняться те же самые свойства, что и у параллелограмма? Да, будут. То есть у него будет все то же самое, что и у параллелограмма, только стороны будут все равны. Теперь давайте разберем, какие у него свойства добавляются, помимо свойств параллелограмма. Ну, также давайте проведем диагонали. И давайте рассмотрим вот верхний треугольничек А, В, С. Ну, а вот тут вершину D отметим. Рассмотрим верхний треугольник А, В, С. Эта сторона у нас будет равна вот этой стороне. Почему? Потому что стороны по определению равны. Значит, это у нас равнобедренный треугольник. Значит, углы при основании будут равны. Теперь давайте рассмотрим равнобедренный треугольник А, В, С. Его стороны тоже будут равны. И также будут равны углы при основании. Причем угол D будет равен углу B. Потому что это противоположные углы параллелограммы. Эти углы также будут равны. Треугольник А, Д, С будет равен треугольнику А, В, Д по двум сторонам и углу между ними. Этот угол будет равен вот этому углу. Этот угол будет равен вот этому углу. Значит, А, С будет являться бисектрисой угла А и бисектрисой угла С. Дальше продолжаем рассматривать. У нас есть треугольник А, Д, В и треугольник В, Д, С. Если мы с ним проделаем те же самые операции, то увидим, что диагональ Д, В будет являться бисектрисой угла Д и бисектрисой угла В. Соответственно, вот эти углы будут тоже равны. Теперь давайте рассмотрим А, О, В и Б, О, С. Два треугольника. Треугольник А, Б, О равен треугольнику Б, О, С. Так как сторона А, Б равна стороне Б, С. И два прилежащих к ней угла, соответственно, равны двум прилежащим углам к стороне Б, С. Значит, эти треугольники равны, значит, этот угол и этот угол будут по 90 градусов, так как они смежные и равны. Сумма смежных углов 180, если два смежных угла равны, значит, 180 делим на 2, получаем 90. Вывод какой можем сделать? Какие свойства добавляются к свойствам параллограмма у ромба? Первое. Диагонали ромба будут являться его бисектрисами. И второе. Диагонали ромба будут перпендикулярны друг другу. Давайте запишем свойства ромба. Свойства параллелограммы плюс первое. Б, Д, И, А, С это бисектрисы. Угла Б, Д и А, С. И угла А, и угла С. И второе свойство. Б, Д будет перпендикулярно А, С. То есть они будут всегда, диагонали в ромбе, будут всегда образовывать угол 90 градусов. Теперь давайте познакомимся с прямоугольником. Вот прямоугольник, это тот же параллелограмм, только у которого все углы равны. То есть у прямоугольника все углы будут по 90 градусов. 360 поделить на 4. И теперь давайте рассмотрим его свойства. У него будут также выполняться свойства параллелограммы. Плюс будут выполняться у него всего одно свойство. И давайте его разберем. Проведем диагонали прямоугольника. И давайте опять подпишем вершины. А, Б, С, Д. И рассмотрим два треугольника. Вот первый треугольник у нас будет синенький. А второй треугольник у нас будет красненький. То есть это будет треугольник Б, Д, А. И будет треугольник А, С, Д. Давайте теперь рассмотрим эти треугольники. С, Д будет равна Б, А, потому что это противоположные стороны параллелограммы. А, Д у них будет общая. Угол А и угол Д будут равны по определению прямоугольника. Таким образом, красный треугольничек будет равен синему треугольничку. Потому что две стороны и угол между ними синего треугольника будут, соответственно, равны двум сторонам и углу между ними красного треугольника. Отсюда можем сделать вывод, что А, С будет равно Б, Д. Значит, у прямоугольника выполняются свойства параллелограмма и добавляется еще одно свойство. Диагонали прямоугольника равны. Теперь давайте нарисуем схемку про четырехугольники. Вот, изначально у нас был параллелограмм. Потом мы решили сделать так, чтобы у параллелограмма все стороны были равны. Стороны равны. И у нас получился ромб. То есть ромб это параллелограмм, у которого все стороны равны. Ну, кривой у нас ромб, конечно. Как вся наша система образовала. Дальше. Решили мы сделать у параллелограммы все углы равными. И у нас получился прямоугольник. Пишем углы равны. И у нас получился прямоугольник. Теперь расскажу историю. В далеком-далеком царстве у короля параллелограмма была принцесса ромб. И похитил ее как-то злой дракон. Пришел к королю прямоугольник. И говорит, король, я спасу твою принцессу ромб. Король говорит, давай. Если ты ее спасешь, вы с ней поженитесь. Ну, понятное дело, что прямоугольник пошел, убил дракона. Они поженились с ромбом. И у них получился квадрат. Значит, квадрат это у нас либо прямоугольник, у которого все стороны равны, как у ромба. Либо это ромб, у которого все углы равны, как у прямоугольника. И у квадрата будут выполняться все свойства. И ромба, и прямоугольника, и параллелограмму. Ну, и вишенкой на торте у нас с вами будет трапеция. Она вообще ни с кем не дружит. И это четырехугольник, у которого две стороны параллельны, а две другие нет. Вот сторона BC параллельна стороне AD, а сторона AB не параллельна CD. Теперь какие бывают виды трапеции. Бывает равнобедренная трапеция. Это трапеция, у которой боковые стороны равны. Трапеция. Равнобедренная трапеция. И прямоугольная трапеция. Это трапеция, у которой есть два угла, прилежащие к одной стороне, по 90 градусов. Прямоугольная трапеция. Ну, и теперь давайте немножко порешаем задачки на четырехугольнике. Значит, нам дан параллелограмм, и сказано, что угол B минус угол A равен 40 градусам. Разность углов, прилежащих к одной стороне, равна 40 градусам. И нас просят найти меньший угол параллелограммы, то есть угол A. Ну и давайте будем решать. Сумма всех четырех углов параллелограмма у нас будет равна 360. То есть угол A плюс угол B плюс угол C плюс угол D равно 360 градусов. Теперь, что мы знаем? Что угол B это угол A плюс 40 градусов. Как мы это получаем? Мы берем наше выражение угол B минус угол A равно 40 градусов, и переносим угол A в правую сторону. Угол B минус угол A равно 40 градусов. Перетаскиваем угол A со сменой знака вправо. И получаем угол B равен 40 градусов плюс угол A. Дальше, что мы знаем? Что угол D равен углу B. Это по свойству параллелограммы. А угол C равен углу A. Ну и теперь давайте распишем по-другому. У нас получилось угол A плюс угол B плюс вместо C пишем угол A и вместо D пишем угол B. Теперь, что можно сделать? Теперь можно угол B заменить на 40 плюс угол A. Значит, записываем. Подобный приводим угол A плюс угол A. У нас получается 2 угла A плюс угол B это 40 плюс угол A. И угол B это также 40 градусов плюс угол A. И все это дело должно равняться 360 градусов. Собираем углы A вместе. Получается 4 угла A плюс 80 градусов равно 360 градусов. 80 переносим из левой части в правую, потому что у нас линейное уравнение, а линейное уравнение мы решаем переносом известных в одну часть, а неизвестных в другую часть. Получается 4 угла A равно 360 минус 80 градусов. Получается 4 угла A равно 280 градусов. Теперь, чтобы найти угол A, мы 280 поделим на 4. Угол A равен 280 градусов деленное на 4. Отсюда угол A равен 70 градусов. Теперь несложно будет найти B. Угол B у нас будет угол A плюс 40 градусов. Угол B 110 градусов. Угол A 70 градусов. Угол B равен углу D. Значит, угол D тоже будет 110. А угол C равен углу A. Это у нас 70 градусов. Все это у нас по свойству параллелограммы. Ну и давайте проверим, что сумма действительно равна 360. 70 плюс 70 – 140. 110 плюс 110 – 220. 140 плюс 220 – это 360 градусов. В ответе записываем угол A, потому что именно его нас просили найти. Ответ. 70 градусов. Ну и теперь еще одна задачка. Задачки все взяты с решу ОГ. То есть это реальные задачи, которые могут встретиться на ОГ. Дан параллелограмм. A, B, C, D. А, K – это у нас биссектриса угла A. То есть она делит угол A на 2 равных. Ну давайте допишем. A, K – это биссектриса. Теперь нужно найти периметр параллелограмма A, B, C, D. Что такое периметр? Периметр любой фигуры – это сумма длин всех сторон. Это фигура. Если B, K равно 6, а C, K равно 10. Ну и давайте начнем решать нашу задачку с рассмотрения треугольника A, B, K. Перед этим давайте скажем, что угол K, A, D, вот этот нижний, у нас будет равен углу B, K, A. Почему? Потому что это накрест лежащие углы, пресекущие А, K и двух параллельных прямых B, C и A, D. Этот угол у нас равен этому углу, а этот, в свою очередь, равен вот этому углу. Почему? Потому что А, K, вспоминаем, у нас биссектриса. Эти углы равны, а этот угол равен этому углу. Значит, треугольник A, B, K у нас равнобедренный. По признаку равнобедренного треугольника. Если два угла при основании равнобедренного треугольника равны, если два угла при основании треугольника равны, значит, такой треугольник равнобедренный. Значит, боковые стороны будут равны. Значит, B, A будет равно 6. B, A, по свойству параллелограммы, равно C, D, противоположные стороны равны. Значит, нам найти осталось только А, D. B, K, плюс K, C. Это будет вся сторона B, C. Значит, А, D у нас будет равно 16. Ну, и теперь давайте запишем красивое решение. Рассмотрим. Треугольник А, B, K. Угол, ну, давайте подпишем 1, 2 и 3. Угол 1 равен углу 2 по условию... А угол 2 равен углу 3, так как они накрест лежащие. При B, C параллельно А, D. Значит, отсюда делаем вывод, что угол 1 равен углу 3. А эти углы находятся в нашем треугольнике А, B, K. Значит, треугольник А, B, K равнобедренный. Какой из этого можно сделать вывод? Что две его стороны, боковые, будут равны между собой. Значит, А, B равно B, K. А, B равно 6. И А, B будет равно C, D по свойству параллелограммы. Равно C, D. Теперь находим BC. BC у нас будет равно B, K плюс K, C. равно 6 плюс 10 16 и она же bc у нас будет равна ad по свойству параллелограмма теперь ищем периметр это у нас 16 умноженное на 2 плюс 6 умноженное на 2 получается 32 плюс 12 равно 44 это будет нашим ответом ну и давайте разберем с вами последнюю задачу на трапецию у нас есть равнобедренная трапеция что мы знаем про равнобедренную трапецию какие у нее свойства такие же как у равнобедренного треугольника только у трапеции два основания это основание ad основанием bc это как раз те стороны которые лежат на параллельных прямых вот углы при основаниях то есть угол а и угол d будут равны и угол b и весь угол c тоже будут равны значит что нам дано cd 20 градусов угол от cd 100 градусов вот они отмечены и нужно найти угол b ну давайте рассмотрим треугольник а cd треугольника cd сумма углов в любом треугольнике 180 градусов значит мы сможем найти с вами угол d угол d у нас будет равен 180 градусов минус угол а и минус угол а cd ну и вот тут наверное будет некорректно писать угол а поэтому напишем cd а д у нас все таки угол а он большой теперь подставим числа под углы найдем угол d угол d у нас будет равен 180 градусов минус 20 градусов и минус 100 градусов отнимаем 180 минус 20 градусов это у нас будет 160 градусов и минус 100 градусов получим 60 градусов то есть 60 градусов это весь у нас угол d нам нужно найти угол b мы знаем что угол b у нас равен всему углу c по свойству равнобедренной трапеции поэтому давайте найдем угол c угол c будет односторонним с углом d а сумма односторонних углов у у нас 180 градусов у нас 180 градусов поэтому весь угол c будет равен 180 градусов минус 60 градусов градусов 120 градусов и угол b у нас будет равен углу c поэтому угол b равен 120 градусов ну и давайте запишем ответ 120 градусов на этом выпуск подошел к концу пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал дальше мы с вами будем разбирать еще больше задач будет выходить еще больше нового материала поэтому до скорой встречи пока